Медицина и психология часто противоречат друг другу. Так вот, я тот специалист, который поможет объединить и то, и другое. С вами Наталья Ключникова, врач-акушер-гинеколог и психотерапевт. Сегодня мы будем говорить о ПМС. ПМС в жизни женщины. И к концу этого видео я вам дам точную таблетку. Существует ли она, волшебная таблетка, от того самого ПМС, которым страдают миллионы женщин на земном шаре. Не переключайтесь. Итак, предминструальный синдром. Как часто и какое количество женщин страдает от вот этого заболевания? Мы можем назвать это заболеванием, потому что это состояние внесено в МКБ-11. Соответственно, мы можем говорить, что есть такой диагноз. Предминструальный синдром хотя бы раз в жизни сталкивается 90% женщин. То есть это практически каждая из нас. И вы, и я с этим сталкивались. Я рада, что это видео смотрят не только женщины, но и мужчины, потому что все более актуальная проблема становится с тем, что мужчины начинают понимать, что предминструальный синдром и его симптомы, это не просто нервная и больная на голову женщина, которая должна взять себя в руки. Это о том, что с женщиной что-то происходит, и ей необходима помощь. Если мы возьмем хотя бы два дня из жизни каждой женщины и посчитаем, сколько же времени проходит в ее жизни предминструальный синдром, мы получим вообще страшные данные. На конференции по эндокринологии, которая недавно прошла в Киеве, я присутствовала на ней онлайн, были даны такие данные, что при обследовании 240 тысяч женщин у 85% из них, ну то есть это вообще сумасшедшие цифры, да, были выяснены, это пользователи мобильного приложения, которое отслеживает цикл, были выявлены симптомы ПМС. И какие симптомы на первом месте стоит нарушенное пищевое поведение? То есть если вы приходите к нутрициологу, к гинекологу, к эндокринологу, к диетологу, кому хотите, и жалуетесь на нарушенное пищевое поведение, прежде чем прийти, заведите календарик. И посмотрите, вы правда едите постоянно, независимо от дня менструального цикла? Или это привязано к определенным дням? Если оно привязано к определенным дням, в конце этого видео я вам дам точное лечение, что с этим делать. Следующим моментом стоят нарушения настроения и тревожность. И опять-таки, давайте мы разберемся, а что первично, что вторично. Тревожное расстройство – это то, чем сейчас страдаем мы практически все. Вот мы живем в такое время, что сейчас у всех есть тревожное расстройство той или иной степени. Я не могу сказать, что это доходит прямо до диагноза, но тревожность нам свойственна. И вы приходите к психотерапевту. И терапевт с вами беседует. Вы ему говорите, ну да, а последние три дня вообще был трэш. И рассказываете про свое состояние и все остальное. Получаете диагноз тревожное расстройство, возможно, даже генерализованного генеза. И характера. И после этого вы получаете какую-то терапию. Но если вы сами за собой начнете следить, если вы начнете вести все тот же волшебный менструальный календарик, о котором я всегда говорю, и в этом волшебном менструальном календарике будет отмечено, когда у вас возникает тревожность, может быть, она возникает только во второй фазе менструального цикла, тогда вам надо изначально лечить ПМС, потому что в данной ситуации тревога будет симптомом предменструального синдрома. А вы же понимаете, да, что первично, что вторично. Когда мы лечим причину, симптомы уходят. Поэтому я очень рада еще раз, уважаемые мужчины, которые тоже смотрят мое видео и хотят помочь своим женщинам. Из хорошего волшебная таблетка существует. И эта волшебная таблетка, на удивление, будет называться банально фолиевая кислота. Почему фолиевая кислота? Потому что было проведено исследование, ну, к сожалению, их не много, не более сотни, ну, я считаю, что это достаточное количество, в которых определено достаточно точно, что длительный прием фолиевой кислоты – это месяцы и годы. Или постоянный прием фолиевой кислоты, и после этого проводились какие-то исследования, доказывают существенное снижение депрессивных расстройств. А мы с вами не дошли просто, что следующие симптомы предминструального синдрома – это депрессивные расстройства, это нагрубание молочных желез, это повышенный вес, это отеки, которые могут быть два дня, да, два, а могут быть десять дней. Почему это случается? Это случается из-за того, что у женщины повышенная чувствительность рецепторов к прогестерону. То есть, если вы возьмете у нее анализ на прогестерон, на эстрогены и на все остальное, у нее все будет, как у женщины, у которых ПМС нету, потому что не это здесь причина. Чувствительность рецепторов. То есть, если вы возьмете у нее анализ на полиевую кислоту, то, возможно, именно у этой женщины полиевая кислота будет понижена, фолаты будут снижены, и это является причиной. И какие же существуют методы лечения? Мы подошли, кто, ради чего мы встретились в этом видео. Я не буду останавливаться на терапии первой линии, второй линии, третьей, четвертой. Могу сразу сказать, что просто четвертая линия достаточно садистская, но она существует в медицинских рекомендациях, да, это хирургическое лечение. Я не могу сказать, что это средневековье или не средневековье, но тем не менее. Если мы возьмем терапию первой линии, то на самом первом пункте будет стоять то, что мне сейчас выключить видео и скажете, все, Наташа, даже лекарства ждать не буду. Это стоят физические упражнения. Да, ну, все банально. Вот все те же самые 15 минут утром йоги или какой-то зарядки, те же самые 10 тысяч шагов, те же самые прогулки на свежем воздухе. Не переживайте, таблетки будут тоже, кроме полиевой кислоты. Но я не могу из песни слов выянуть и дать вам просто таблетку, потому что это видео смотрят люди думающие, люди понимающие, что с ПМС надо что-то делать, что это не тот диагноз, с которым вы должны просто сидеть 2 или 10 дней в месяц, каждый месяц по своей жизни. Поэтому физическая нагрузка стоит на первом месте. На втором месте будет стоять когнитивно-поведенческая терапия. Ну, так выглядит медицинский протокол. Медицинский протокол. Если это в медицинских протоколах уже все-таки отмечено, давайте мы к этому будем прислушиваться. Когнитивно-поведенческая терапия действительно помогает что? Снять тревожность, помогает разобраться с депрессией, помогает женщине заявить о своих симптомах, принять их о том, что есть заболевание, и помогает справиться с этим недугом, как один из этапов. На третьем этапе, да, идет прием, третьим пунктом это все делается одновременно, та самая, нахуй, любимая фолиевая кислота. Вы можете зайти в аптеку и купить абсолютно любую фолиевую кислоту, какая вам понравится. Не имеет никакого значения. Можете по ссылочке в описании к данному видео купить фолиевую кислоту, которую использую лично я. Это не имеет никакого значения. Имеет значение доза. А доза у меня подобрана правильно, да? Я не люблю пить 8 таблеток, я люблю пить одну, не больше. Доза и, главное, длительность приема. А вот теперь девчонки мои любимые. Почему я очень редко в последнее время консультирую гинекологию, беру людей только на психотерапию? Потому что у нас в голове очень часто остается вот это вот симптом одной таблетки. Я выпила один раз одну таблетку и после этого стала молодая, красивая, здоровая, вообще ничего не делаю, жизнь прекрасна. Слушайте, ну класс, я тоже так хочу, но так не бывает. Поэтому фолиевую кислоту вы будете принимать длительно, месяцами, а то и годами. И да, вот эта доза, которую я рекомендую, она не является какой-то критической для того, чтобы вы перед этим сдавали анализ на фолаты и все остальное. Но если вы переживаете, то, конечно же, можете зайти в лабораторию, сдать анализ на фолаты, вы можете подойти к своему эндокринологу, вы можете посоветоваться с своим гинекологом, терапевтом, ну не имеет значения, я только за. Фолиевая кислота. Как долго? Вот нескольких месяцев, как я уже сказала, до нескольких лет. Это не быстро. И следующее неприятное, но то, что вылечит вас на 100%, это приемы гормональной контрацепции. Контрацептивы. Почему? Потому что предменструальный синдром, значит, он возникает, когда перед менструацией, связан с повышенной чувствительностью рецепторов к прогестерону. Если вы внимательно меня слушали сегодня, я уже дала всю концепцию, и вы уже сами можете подобрать правильное лечение. Доктор вам назначит, Наташа онлайн не будет назначать, доктор онлайн вам назначит противозащаточные таблетки онлайн. Лучше на живьем приеме, но если у вас есть гинеколог, который назначит онлайн, да, это тоже очень хороший вариант. И вы их будете петь. А вот теперь слушайте самое неприятное. До того, как вы решите запланировать беременность или до менопаузы. Потому что если нету месячных, то есть вы беременны или у вас менопаузы, нет ПМС. Это состояние, которое склонно рецидивировать. Поэтому когда вы принимаете таблетки несколько месяцев, а потом бросаете, ПМС со всеми, ну еще раз, это же не только отеки и прыщи, это же нарушенное пищевое поведение и нарушенное настроение, тревожность, куча-куча разных симптомов. Они к вам вернутся. Если мне скажется, Наташа, ты мне обещала таблетку, и что же теперь, я должна противозащаточные таблетки пить всю жизнь, да это яд и все остальное. Ну, про яд и все остальное мы можем поговорить отдельно. Это тема прям дискуссии в последнее время. Но я всегда пользуюсь, пример моей любимой, главного гинеколога-нетокринолога Украины Татьяны Феофановны Татарчук, которая приносит всегда вообще замечательный пример, которым я пользуюсь с большой радостью. Она говорит, вы когда приходите к окулисту и он вам выписывает очки, вы приходите через месяц и говорите, ну доктор, я уже неделю или месяц очки поносил, ну все, я снимаю, у меня зрение восстановилось. Вы когда одеваете очки, вы точно знаете, что очки вы будете носить сколько? Да, всю жизнь. Меняя диоптрии все время на более сильные, либо сделав операцию. Кстати, вот здесь я тоже предложила, что четвертая степень доказуемости и четвертый этап лечения, да, это хирургически. Ну просто кто же на него пойдет? Придете ли вы к стоматологу и скажете, слушайте, штифт удалите мне? Почему? Ну, в смысле, я с ним уже два года хожу. Ну, может, уже зуб должен вырасти. Ну, не вырос, да? Поэтому, пожалуйста, ну в гинекологии все то же самое. Абсолютно один в один. То есть противозачаточные таблетки вы будете принимать всю жизнь. Нету месячных, нету ПМС. Во время противозачаточных таблеток приема, да, месячные есть, но цикл искусственный. И вот в этот искусственный цикл у вас не будет никаких симптомов ПМС. Как быстро поможет? Не сразу. Месяца через три вам станет легче, через шесть вам станет совсем хорошо. И постепенно, если вы сразу начали прием фолиовой кислоты, вы пошли на когнитивно-поведенческую терапию. Ну, может, вы хотите к гештальтистам, я ничего против, лично гештальтистов не имею, но нет, я не хожу к гештальтистам, да. Это прям очень трогательно для меня. То есть вы пошли, и в протоколе написано когнитивно-поведенческая терапия, вы пошли на когнитивно-поведенческую терапию. Вы начали принимать противозачаточные таблетки, вы изменили образ жизни, добавили физические нагрузки. И да, от вас ушел ПМС. И до менопаузы вы это принимаете вместе с любимой фолиевой кислотой. Ссылка в описании, профиль, к видео. И все. И если вы мне сейчас скажете, Наташа, я не хочу, то я вам просто отвечу любимой фразой моего мужа. Значит, не болит. Значит, вам так все подходит. Но я уверена, что это не так. Я знаю, что ПМС – это состояние, которое можно вылечить, кто бы вам что ни говорил. И прием противозачаточных таблеток всю жизнь – это ничего плохого в этом нет. Таблетки вам подберет ваш гинеколог. Вы будете пользоваться ими с контрацептивным эффектом. Но в данной ситуации это будет еще и лечебный эффект. Будьте здоровы! Меня зовут Наталья Ключникова. Я тот специалист, который умеет объединить медицину и психологию. Хотя они часто абсолютно противоречат друг другу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. Возможно, вы думаете про ПМС по-другому. А может быть, у вас совершенно другие симптомы. Рада была вас всех сегодня видеть. Всем пока!